23 года, трёхкратный чемпион США по вольной борьбе, вице-чемпион организации King of the Cage. 14 боёв, 3 поражения, 11 побед. Из Альбукерки, Соединённые Штаты, Тайлер Зверь. Иииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииииии Чемпион мира по универсальному бою, ветеран турниров Pride Fighting Championship и Strike Force. 25 боев, 20 побед, 5 поражений из Тулы, Россия, Сергей Харитона! Главный бой-то здесь, дорогие друзья, просто на загляденье. Сергей Харитонов, который не очень часто в нашей стране, бьется, прямо скажем, и здесь принимает он предложение турнира Prime, а рядышком где-то с турниром Pride, где Сергей раскрылся, и на съедении Сергея Харитонова, ну нет, оказалось все получше, причем куда как. Казался молодой, бьется. Да, помоложе тоже зверюшка. По рекорду нокаутер с тяжелым ударом. Есть одна у него победа приемами, но я не думаю, что он здесь будет с более тяжелым Сергеем Харитоном бороться. Алексей, вы Сергею помогали готовить. Мы с ним работали сейчас по ударной технике, проработали очень хорошо и достаточно много. То есть где-то месяц-полтора мы с Сергеем работали регулярно, несколько раз в неделю. У нас в зале он работал, мы с ним вместе ходили к самбистам. Нормально в форме. По борцовским ногам я не думаю, что сейчас Сергей должен особо уступить, кому бы то ни было. Сильно просядет. По ударной Сергеем является начальным ударником. Всегда ему бой. Тем более бороться с трехкратным чемпионом США по вольной борьбе и чемпионом организации King of the Ketch. Это одна из самых стран. Очень из-за которых... Быстрый, да. Ох, попал. Резвый-резвый. Попал. Правильно, да, конечно. Резвый может слегка и сыграть. Ну да, потому что... Против него. Потому что чуть заиграться. Подумаешь, что ты уже там победил Сергея. Даже если потрясло. Но многие здесь обжигались. Многие на этом горели. Абсолютно верно, Алексей. Я за таком полностью с вами соглашусь. Сергея... Были люди, которые его недооценивали. Это танк, в котором вот прямо линейную рубку. Ну, просто не советовал бы идти никому. Какого-то уровня не было там. Ударников. Ну вот, пожалуйста. И успели сказать, то есть рубиться с ударником уровня Сергея Харитонова. Наверное, с ним нельзя. Не надо. Мне даже когда вот спрашивали, кто-то прогноз там получит. И просто так подошел. Очень опасный парень. Ну, шустрый, шустрый. В первом раунде очень шустрый. Ну, нет, здесь замечание, конечно, давать не надо, чтобы потом разговоров особо не было. Как уход от боя это пока посчитать, наверное, нельзя. Но Сергей подтаптывает его потихонечку. Потому что в этой весовой категории, в тяжах, бегать вот так 15 минут, наверное, можно. Тем более, все-таки титул Кин Калда Кенча. Он не сам в руки упал. С техними весом и с уровнем удара. Одна серия была. Вот мы с Добу Бральсом его на контест. Залом начали подсвистить, побаиваться, что попал в печень. Попыткой колена в кружке. Но эту штучку знает. И проигрывал кому? Дважды проиграл знакомого, кстати, вон. Алексей Тунилев. Это все помните, такой персонаж. Интересный персонаж, как вы выражаетесь. По-моему, тоже треугольник. Случилось. Ну, сейчас есть, наверное, спер проверить, пока здесь идет. Угол. Еще есть попадание жесткое. Уже посек. Причем серьезно. Очень крепкие строго батареи. Хорошая голова. Получают. Аперкот. А Сергея уйти в размены нельзя. Время. Раунд. Капа. Да что? Ну... Здесь уже точно не надо было. Ну, как же так. Потому что он еле стоит. Еле еще что-то. Предокраждение дает. сергей там хотел бы очками или еще и рассчитываю на очки давненько я такого знаете не припомню говорит о вы сейчас уже просто когда лежат в портере где-то ли они там ходят кругами все были сергей не зрелищно понятно здесь закончился почти закончился там была вынуждена остановка секунд 10-15 есть я не думаю что сейчас сергей харитонов будет стремиться уж вот форсировать форсировать события с тем чтобы обязательно забить его в первом уровне хотя бы неплохо наверное чтобы не давать уже остается не похоже а побороться как насчет всех ненормально будет еще побороться так кстати сергей в борьбе себе чуть не то что сказал мы поработали последние месяца полтора сергей очень хорошая форма а вот на чем одна из первых чем я говорю это борцовская форма над всем работали то есть мы работали по марафону сергея то есть мы брали сергея и на него запускали наших различных малышей этого все которые за сотню да все которые за сотню да мы как бы знаем все знают и два человека да дима сословский и саша глотков но сейчас немножко больше стало на вас 7 8 человек как бы взвали с комкин по нет 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 с кирюхи на андрей там ну папа павел пупков и так далее то есть но есть ребята добавились и приятно что добавились именно вот там не 80 90 килограмм как большинстве тяжи по залам да у нас реально тяжеловесы там просто самый легкий по стопе килограмм то есть второй раунд который для уже разогрелись пристрелялись да 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 для североамериканца может стать последним если он также бодро побежит вперед побежал ну вот почему не предложить сейчас вот побороться что понятно же я думаю что пытался да и сергея бросил подножка по-моему тайлер сейчас он пойдет бороться что-то не единственный вариант разума и так знаете столько тяжеловесный грация будет придет от позиции плохая позиция плохая здесь надо каким-то образом вылезать попытаться может быть сапорой на угол до стал отлично все спокойно хорошая фишечка в таком тайском стиле работа по бедрам и попытка перевести колено в голову и дальше давить ну такое ощущение по лицу сергей нельзя сказать о том что какие-то его размеры на стойке апперкот цели достигает стайлер побросал еще немножко руки-ноги попытки вирвит осознает к обувь немножко до такого на самом деле ну тергию и сергей очень быстро очень-очень быстро понятно что мы не молодеем и со времен прайда тоже много времени прошло но он и сейчас успел и за счет здоровья и физического и крутил развернулся сейчас оторвемся вот как раз мы с вами успели уголочек его да и и там уже сейчас есть а то есть сколько ты ему дашь наверняка придет больше шатнул шатнул болтанул сейчас на колено главный народ здоровье здоровье хорошее у американцев корпус голова колено в голову апперкот поднимут еще я считаю только за счет здоровья и молодости все забил забил до состояния такого ну да там уже такое влетало ха-ха-ха просто вот носок форму я бы отметил Сергей очень неплохая да спокойно сейчас лучше так далее ну и по нанесенным повреждениям обратите внимание наглядная иллюстрация стоит ли какой бы ты не был хороший какой бы ты не был молодец размениваться с ударником уровня сергей харитонова с его предоставлены коллег репортажа алексей не надо с ним не надо можно попытаться там отлежать что-нибудь руки-ноги что угодно надо размена ударами Сергей на второй минуте здесь получился вне всякого сомнения очень такой жесткий очень бескомпромиссный заставляющийся те вот поединки приглашается президент за которые мы как раз и любим вот смешанное единоборство коллекционов Дмитрий Александрович и порадовал а самое главное наверное то что победил сейчас традиционное излучение кубков и промоутер бойцовского турнира в общем это все абсолютно не страшно поскольку здесь победа абсолютно смотрибельная зрелищная не вызывающая каких-либо там толкований вопросов взял и добил до такого все хорошо ну и сейчас традиционное вручение кубков и мы ну и здесь какие-то итоги подводить наверное смысл нет главный бой получился турнирующим